Добрый день! У микрофона Ольга Болезина. У нас сегодня в гостях новый для нашей студии человек, руководитель лаборатории комфортной мебели «Инновация» Ольга Новикова. Всех приветствую! Здравствуйте! Давайте открываем мы год. Обычно люди как-то подводят итоги, но мы с вами будем говорить о планах, причем, наверное, о планах кировчан и других людей, потому что мы говорим сегодня про мебель, про перемены, про все то новое, что приходит в наш дом вместе с новыми технологиями и новыми предметами, которыми вы занимаетесь профессионально уже сколько лет? Более 20, начиная с таких гигантов, как Мебелинцайт, Джулия Новарс. В Кирове-Чепецке находится производство, но они известны не только по России, но и за пределами. Вы начинали с каких должностей, чем начинали заниматься? Потому что сейчас вы руководитель компании. Что было тогда? Начинала с самых низов. То есть всю карьерную лестницу прошла постепенно. От кладовщика, нормировщик, инженер по организации нормирования труда, начальник участка и начальник отделочного производства. Что была за работа? Самая, может быть, интересная или самая близкая к созданию предметов мебели? Ну, я всегда работала на производстве. И когда в Мебелинцайт нас обучали немецкие специалисты, итальянские, бережливому производству, это всё было интересно, потому что это было на месте. И мы сразу внедряли системы. То есть мы видели результат того, что происходит. Конечно, эта практика и на опыте в дальнейшей работе на Джулия Новарс помогла. Мы там тоже разрабатывали, внедряли много разных интересных идей. Одна из них — приобретение покрасочной установки роботизированной как раз в отделочном производстве. Там целая команда занималась этим, и они до сих пор работают. Расскажите, как Вы пришли к тому, что Вы теперь владелица фирмы? Я как раз после того, как ушла из найма, занялась бережливым производством. Обучение проходило в бизнес-классах. Там мы выявили мою экспертность по бережливому производству. И около года я открыла ИП и занималась именно системами выравнивания потоков точно в срок. Система ноль дефектов. Они все полезны для производства. И я работала экспертом эффективного управления. Когда я попробовала себя в этой роли, я поняла, что хочу двигаться дальше. И все-таки хочется свое предприятие. Не просто из-за того, что хочу-хочу, а потому что я считала, что я принесу больше пользы, если я пройду через этот этап. Он оказался очень сложным. И я вот сейчас очень многих бизнесменов прекрасно понимаю, когда ты руководишь только своим отделом — это одно. А когда всем в комплексе бизнеса — это совершенно другое. Вы оказываетесь крайним последним звеном. Ответственность, конечно, на там... Да, я думала, мне это поможет понять в бережливом производстве, как вот эта вся цепочка складывается. Но когда я вошла в этот курс, ну, конечно, все непросто оказалось очень. А новацию — это что сейчас, кроме бережливого и, по-хорошему, отлаженного производства мебели? Ну, во-первых, такая легенда красивая. Новация — это фамилия Новикова и продвижение вперед инновации. Когда совмещаешь, получается новацию. Так что я думаю, что мы всегда идем вперед. Стараемся удовлетворить заказчика, чтобы получал он комфортную мебель. Стараюсь учитывать все нюансы, которые встречаются почти в каждом заказе, чтобы как можно ближе воплотить в реальность тот проект, который хочет заказчик. Иногда он не знает, какой проект или какой даже внешний вид, наполнение, что ему хочется. Мы в этом, конечно, ему помогаем разбираться. На образцах в салоне показываем варианты, чтобы даже сравнить качество и цена. Сложно на словах объяснить. На образце можно показать, за что человек платит хорошие деньги, например, за фурнитуру. Он может потрогать, пощупать, пооткрывать, позакрывать и в сравнении понять, какой его вариант. Вот как раз и хотела поговорить. Вы пришли из бизнеса, где ценник, скажем так, немаленький. И в компании «Инновацию» тоже мебель не бюджетная, скажем. Не эконом. Класса, да. Вы уже сказали, что есть за что платить. Как минимум, это фурнитура. Удобное, качественное, мягкое движение. Вот за что еще в мебели стоит заплатить хорошие деньги? Мы уже, наверное, многие понимаем, что простая советская мебель, об углы которой можно убиться, это нам в 2022 году точно не надо. Хотя это выпускается и продается, и есть своя аудитория на этот сегмент. На что все-таки надо смотреть, если мы смотрим в будущее? Чтобы кухня была функциональна, чтобы она заиграла. Потому что если мы видим дизайнерскую красивую картинку, она радует глаз. Мы визуально уже радуемся тому, что есть. А чтобы она заработала, все должно быть под рукой, на нужном месте, удобно, чтобы не обжечься, чтобы не пролить. Вот эта вот бережливость та самая. Конечно. И не только не на производстве. Да и не только на кухне, в шкафах. Мы разрабатываем, чтобы, например, пылесос стоял вот именно вот в этом месте, вот в этой нише, чтобы можно было повесить шланг на крючок, чтобы он не мешался. Ой, я хочу такой шкаф, у меня так мешает пылесос именно этими вещами. Иногда просто спрашивают у меня заказчики, почему я такие вопросы задаю. Например, сколько у вас сантиметров доска гладильная? Что у вас из техники еще есть? Например, мы сделали нишу под доску гладильная, а сверху полочка для утюга. Тоже удобно. Они такие, ой, а мы сразу об этом не подумали. Вот мы обдумываем такие варианты совместно. Вы сказали, что многие не представляют вообще, как должна выглядеть мебель. И некоторое время назад действительно составление дизайн-проекта там по кухне, по комнате было чем-то таким. Я покупаю люксовую услугу, у меня будет еще и дизайн-проект, не просто шкаф. Я беру и какие-нибудь полочки прибью к стенке. Как сейчас к этому относятся покупатели? Это в порядке вещей. К нам приходит заказчик. Мы первоначальный вариант прорисовываем, чтобы было от чего отталкиваться. Потом мы эти варианты можем под его интересы изменить. Потому что вот заказчик приходит, я, говорит, не представляю. А ведь мебель идет на года. С этим жить каждый день. И мне вот как руководителю очень хочется, чтобы наша мебель приносила радость и удовольствие. И, естественно, мы прорисовываем несколько раз. Это бесплатно. Потому что, чтобы добиться нужного визуального эффекта. Как у меня одна заказчица сказала, вы мне мебель сделали даже лучше, чем на картинке. Мне было очень приятно, если честно. Сколько времени уходит на то, чтобы продуманно сделать хороший проект, который устроит заказчик? Он скажет «да». Конечно, каждый проект от проекта отличается. Кто-то уже представляет, что он хочет, и приходит уже с какими-то мыслями в голове. Кто-то приходит, он даже говорит «я не знаю, как быть и вообще, что я хочу, я пока представления не имею». Вот стараемся больше обговаривать. На замерах приезжаем с образцами, можем даже к обоям. От строительных материалов, чтобы оттолкнуться по цвету, чтобы хотя бы было сочетание. Иногда приходят с готовыми проектами, даже с дизайнерскими, на всю квартиру, не только мебель. Мы создаём квартиру и общее пространство в одном интерьере для всего помещения. То есть вы предложите варианты кухня, кухонный гарнитур? Панно на стену из зеркал Ирии как вариант. То есть даже уже не чисто мебель, а пошли какие-то декоративные элементы? Да, элементы, которые создадут в одном, например, цвете композицию. Свет? Свет нет, это уже декор отдельная часть. Мы занимаемся подсветкой в мебели, например, врезаем. Как это красиво. Это не только красиво, а если это на кухонном гарнитуре, то руки, если сырые или грязные, вы можете бесконтактной кнопкой включить и выключить разные режимы подсветки. Расскажите ещё про технологии, которые можно у вас заказать. Вы сделаете мне дом, что будет по щелчку пальцев что-нибудь открываться, выключаться. В последнее время все любят, чтобы не было видимых ручек на кухонном гарнитуре. Есть разные варианты. Это от нажатия, открывания фасадов или засвес фасада. То есть фасад ниже уровня верхних корпусов. Ручки, получается, совершенно нет. То есть мы открываем за фасад. Даже вот у меня заказчики были в возрасте, и когда к ним начали приходить знакомые, говорят, такую дорогую, хорошую мебель заказали. И ручек нет. Как открывать будете? И они с гордостью. Сейчас научим вас. Так что даже такие нюансы возникают. А какие у кировчан бывают предложения и пожелания, с которыми приходится работать? Самые частые и самые интересные, может быть, вы любите вызовы технологические? Конечно. Потому что встречается такое. Все равно это семейный выбор мебели. То есть приходит муж и жена чаще. Дочь и сын, там родители и как бы поколение. Вы сразу должны помирить их всех тут. Ну, объединить в одном, да. Да, чтобы, например, женщина же, она завизуал, чтобы было все красивенько. А мужчине надо, чтобы все было на своем месте и функционал. Например, если этот угол пустой, ему нужен доступ. Мы делали распашные фасады изнутри. Если есть возможность, встраиваем выдвижную корзину. Чтобы задействовать так кухонный гарнитур, чтобы мужчина все-таки у нас тоже был не в стороне, а принимал участие. И выполняем, стараемся искать варианты, чтобы это воплотить в жизнь. На что чаще всего обращают внимание? Вот мы с вами проговорили про фурнитуру, про, например, ручки. Есть еще какие-то вот, вот каждый приходит и говорит, мне, пожалуйста, плавное закрытие двери или еще что-то. Вот сейчас очень часто в квартирах появились посудомоечные машины. Но не все с ними жили раньше. И очень удивляются, когда есть, например, сушка нижнего монтажа. Если мы раньше пользовались и мыли посуду в раковине, в мойке, и кверху в сушку складывали посуду, это удобно. Но когда появляется посудомоечная машина, то сушка нижнего монтажа намного удобнее. И перекладывать из посудомоечной машины на этом же уровне в сушку, конечно, мы это тоже внедряем. То есть это где-то под столом примерно? В выдвижной ящик, и в этом ящике сушка находится с поддоном. Я как счастливый обладатель посудомоечной машины понимаю, потому что сушка, она наверху, и ты, ну, это и разминка, это зарядка, конечно. Конечно. Но не всегда ты хочешь этим заниматься. Расскажите про ваше производство. Я понимаю, что каждый проект индивидуален. Нужно же и технологический процесс подстроить под то, чтобы произвести именно то, что нужно по размерам, по материалам, по цвету каждому конкретному капризному клиенту компании «Инновацию». Я не одна работаю, есть дизайнеры, конструктор, который прорабатывает. А ему приходится говорить, нет, мы так не можем? Часто ли такое бывает? Если такое бывает, я предлагаю ему, а давай рассмотрим варианты. И я, конечно, жду в ответ, что поступят предложения. Мы можем собраться, обсудить несколько человек с мастером, например. Я не люблю слово «нет» таких вариантов. Сотрудники это знают. Я считаю, нужно всегда искать выход и всё-таки оптимальное решение находить. Ещё момент, который очень нравится нашим северным друзьям, когда мы отправляем, например, есть разница, или в Киров установка идёт, или на север. То есть, если мы в цехе собрали модуль и запаковали, то на север мы вначале в цехе делаем контрольную сборку. Я делаю видео-фотоотчёт. Мы с заказчиком обсуждаем, что мы разбираем, а что оставляем в собранном виде, чтобы в дальнейшем им транспортировать уже в дальний путь надёжно. Мы очень лояльны в этом смысле с заказчиками, чтобы в целости и сохранности это дошло, во-первых, а во-вторых, чтобы это не увеличивало нагрузку финансовую для клиента. А цех у вас здесь? В Кирове находится, да. Доставка по Кирову и до транспортной компании у нас бесплатная. Расскажите про самый дорогой к данному моменту проект. Любопытно, что туда вы запаковали? Ну вот сейчас у нас хороший проект на установке. Даже два объекта. Ну, конечно, они совершенно разные по проекту. Одна классика, другой вариант современный стиль кухни. Цены очень все разные, потому что материалы разные используем, фурнитуру разную используем. И разброс очень велик. Это, например, кухни бывают 200 тысяч и 400 с лишним. Это все ведь зависит еще и от размера самой кухни. Очень много сейчас любят колонн. А если колонна и не одна в кухне, и покраска этих колонн от пола до потолка. Сейчас в основном все кухни идут в потолок. И раскрою маленький секрет. Мы всегда стараемся предложить, если потолок еще навесной не установлен, вот это все согласовывать параллельно и заранее. Потому что, например, мы можем учесть горизонтальную планку сверху, и уже потолочники крепятся к этой планке. Но в чем тут нюансы? Если потолок натяжной одноуровневый, планка будет, например, 100 миллиметров. Я специально ездила к поставщикам, уточняла, мы с ними общались. И вот если параллельно все это обговаривать со строителями, с мебельщиками, то и проект более продуманный и качественный получится. Меньше переделок, меньше каких-то вопросов возникнет. Часто очень я приезжаю к заказчику, и мы напрямую со строителями договариваемся, обсуждаем, как что пойдет дальше. А они нормально к этому относятся, что пришли здесь? Строители очень рады. Лучше вначале все обговорить, чем потом переделывать. Мы бесплатно даем план розеток, чтобы каждая розеточка была на нужном месте. Ведь потом или техника может не встать, или, например, розетка оказаться на перегородке или боковине. Надо будет по ходу действия уже что-то придумывать. Бывает ведь такое, если сами установили розетки или купили уже квартиру с розетками, потом начинается головная боль. А куда мы технику подключим? А вот, например, на столешнице вроде надо чайник включить, а у нас тут розетки нету. Тоже ведь неудобно. А мы рассчитываем уже, чтобы, например, для духовки, для микроволновки, для холодильника, и чтобы они все были спрятаны, чтобы они не на виду были. Сейчас вот пошли запросы, например, чтобы выдвижные, на столешнице были розеточки, чтобы захотели, убрали, взяли, подняли, подключили хоть чайник, хоть блендер, хоть миксер. Теперь, оказывается, и так можно. Сейчас много чего можно. И почему кухни идут в потолок? Потому что ведь очень много стало техники. Ее ведь куда-то надо убрать и спрятать, чтобы она не мешалась на рабочей поверхности. С каких вопросов Вы начинаете с людьми, которые не знают, что хотят, но хотят? Конечно, мне в первую очередь важно для начала знать размеры кухни. Едем бесплатно на замеры. Пока делают замеры, я обсуждаю проект с заказчиком. Мне важно понять даже не материалы на первом этапе. Как мне один раз мастер сказал, да хоть скажите, какую он музыку-то слушает. Потому что надо понять, на какой волне находится заказчик. То есть в какую сторону двигаться. Мы из разговора понимаем даже, какой оттенок ему предложить. То есть или в светлых тонах, или в темных. Из разговора все равно это все вытекает. Мы тут с заказчицей общались. Она изумрудный цвет выбрала. Необычно для кухни. Но вот сейчас я смотрю тенденции, они везде проскакивают. И мне тогда же это заинтересовало. Такой яркий, насыщенный ведь цвет. Вот в проекте у нас находится. Говорят, что, кстати, вот синий цвет, он убивает аппетит. Часто ли встречаются синие пожелания? В последнее время синих не было. Очень многие предпочтения отдают белому цвету. И есть такие темно-серые цвета. Очень даже многие мужчины всегда склоняются к такому антрацит, насыщенному цвету. Или сочетаем, например, низ и колонны темно-серые. Верхние модули под дерево. Или обыгрываем другими светлыми цветами. Давайте в завершение программы дадим кировчанам несколько советов, на что обратить внимание, чем руководствоваться, чем заинтересоваться. Сейчас выбор очень большой. Очень многие теряются. И мы стараемся помочь разобраться в таком океане фурнитуры, материалов. Мы используем только качественные материалы. И советуем на этом не экономить. Мы предоставляем хороший сервис. Он входит в стоимость. Это доставка, поднятие на этаж, обслуживание. У нас гарантия 2 года. И я сама лично езжу, контролирую на объекты, чтобы установка удовлетворила всех. Есть нюансы, которые может заказчик не заметить или не обратить сразу внимание. А когда я приезжаю на объект, могу эти неточности поправить. И ребятам сказать, что давайте мы сделаем, например, здесь по-другому. Скрыть, например, неровности стены. Чтобы угол, когда идёт не 90 градусов, а у нас, чтобы выглядело, чтобы всё красиво. Самое главное даже получается не только то, как выглядит, но и как ты чувствуешь себя там. Потому что удобство — это та вещь, которую не видно на первый взгляд. Если стена или угол неровный, мы мебелью можем подчеркнуть эту кривизну. А зачем нам? Мы наоборот хотим и стараемся сделать так, чтобы скрыть эти дефекты. Есть ли очередь? Или мы ещё можем подумать и в любой момент, как только кто-то захочет сделать что-то новое и красивое для своего дома, можно приходить к вам сразу? Конечно, можно приходить и нужно. Мы всё обсудим в текущем режиме, и мы подстраиваемся по срокам. Потому что есть заказчики, у кого ещё идёт ремонт. Им, например, надо кухню будет или мебель устанавливать только через полгода. У нас хранение на складе бесплатное. И кому из заказчиков надо через месяц, то мы реализуем эти возможности за счёт того, что планируем своевременно выдачу заказов. Мы обсуждаем с заказчиком, когда примерно закончится у них ремонт, когда мы сможем приехать на установку и подгадываем под эти ближайшие сроки. Пользуясь случаем, я бы ещё хотела сказать про сотрудников. Конечно, очень не хватает квалифицированных рабочих рук. Так что, если есть возможность, приходите к нам в команду. Будем очень рады. Куда идти, если мы хотим составить дизайн-проект? Я думаю, с этого все начинают. Куда обращаться? Мы находимся в торговом центре «Тайм», улица Воровского, дом 77А. Третий этаж, по правую сторону, салон «Новацио» находится. Там никто постоянно не сидит. Мы работаем по записи, чтобы уделить максимально много времени тому заказчику, с кем мы на данный момент общаемся. Записаться можно по телефону 919-510-6035. Это мой личный телефон. Короткий номер салона 74-5377. Мне кажется, все захотят звонить вам на личный. Главному эксперту по качественной и красивой мебели. Я не против. Звоните, приходите, договоримся, с чего начнём и как. И давайте ещё скажем, где в интернете можно вдохновиться какими-то вашими работами уже существующими. Группа ВК всегда на связи. Там можно оставить заявочку «Новация 43». И мы ответим в ближайшее возможное время. И даже у нас есть такая практика через соцсети общаться. Мы обмениваемся мнениями, фотографиями и другими уточнениями. И так получается быстрее. Часть по телефону обсудили. Очень люблю экономить время заказчиков. Я их прекрасно понимаю, что они люди уже солидные. Уже добились своего в жизни успеха. И я по возможности могу приехать на адрес, не вызывая их в салон, не тратя их драгоценное время. Так что мы всё равно договариваемся на тех условиях, которым больше им удобно. Конечно, для подписания договора и обсуждения на образцах придётся в салон приехать. А все остальные нюансы мы договариваемся. Да, проще увидеть самим кухню или какую-то комнату, чем руководствоваться описанием владельца. Конечно, конечно, всё верно. Получится лучше. Спасибо. У нас была руководитель лаборатории комфортной мебели «Инновация» Ольга Новикова. Эксперт с большим опытом и в сфере так важной и нужной, и актуальной сейчас бережливости. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Полезный город Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова